Серьезная угроза есть для лесов региона на выходных. В Жигаловском районе ожидается чрезвычайная пожароопасность. Непростая ситуация прогнозируется и на других территориях области. Поэтому, напоминаем, разведение открытого огня сейчас запрещено. А то многие об этом забывают. Вот данные с экстренного заседания региональной комиссии по предупреждению о ликвидации чрезвычайных ситуаций. Она завершилась чуть больше часа назад. На тушение сухой растительности пожарные выезжали сегодня шесть раз. Зарегистрировано семь случаев горения мусора. Произошло 20 техногенных пожаров. На одном из них пострадал житель Тайшетского района. О том, как сурово бывает стихия, уже узнали на собственном опыте жители Забайкальского края. Однако в беде они одни не остались. Как иркутяне помогают соседям, увидел Давид Азизов. В перерывах между лекциями Дана бесконечно листает информационную ленту. Соцсети, мессенджеры, новости Забайкаля. Именно там сейчас ее друзья, родственники, соседи. Нерчинск, родной город студентки, больше других пострадал от природных пожаров, охвативших соседний регион. Ситуация сложилась довольно-таки страшная, потому что это уже не первый случай. И общаюсь каждый день и знаю о том, что происходит. Пожары, в принципе, ликвидированы, но пострадало очень много людей и домов вообще, и животных. То есть ситуация на самом деле очень страшная. За разгулом стихии наблюдают и однокурсники данных. Уроженцы Иркутской области, Бурятии, Дальнего Востока и даже зарубежья. Единодушные, без подсказок, со стороны старших начали сбор помощи для пострадавших. За несколько часов движение охватило всех учащихся с первого по четвертый курс. Подключились и преподаватели. Решили собирать продукты, это сухие изделия, это макароны, крупы, тушенку, то, что мы сможем отправить. Сейчас помощи собрано пока что больше, чем на 100 тысяч, но у нас акция продолжается. Я думаю, что мы еще до 1 мая все дособираем. Связались с Красным Крестом, с МЧС и выяснили, что помощь может быть доставлена именно сотрудниками Красного Креста. Внести свой вклад может любой иркутянин с отправкой первой партии. Акция, возможно, и не закончится. Если будет необходимость, ее готовы продлить. Опыт уже есть. В 2017 году студенты также откликнулись на беду жителей Киринского района. Тогда огнем был уничтожен поселок Бубновка. Давид Азизов, Владимир Пинаев. Новости по будням.